Приветствую вас, мои дорогие тельцы! Давайте вместе с вами посмотрим, что вас ожидает на декабрь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие императоры. Вот именно в декабрь месяца вам нужно контролировать, может быть, даже ваше состояние, контролировать даже ваши эмоции. Здесь, как бы, больше, знаете, здесь может быть то, что больше уверенность, чтобы у вас было. Здесь даже может быть то, что чуть строгость, но как бы, чтобы это у вас было именно в начале декабря. Следующая карта, мои дорогие, для вас, это повешены. Или у вас идет какая-то ситуация подвешена, или вы должны подвешивать именно вот в декабре месяца именно какие-то ситуации. То, что вы понимаете, что может что-то, даже если это касается отношений, может там в отношении нужно как-то подвешивать. Больше, знаете, контролировать, вот больше вот высказываний, то, чтобы вы понимали, что вам нужно. Следующая карта, мои дорогие, для вас на начало месяца. Девятка Пентакли. Девятка Пентакли показывает, мои дорогие, то, что вы сидите в каких-то бездействиях. Хотя у вас вот как бы есть все. Можно сказать то, что какие-то отношения у вас есть, финансы у вас есть. Но вы сидите на одном месте, вы как будто ничего не хотите. Вы даже, может быть, даже сами себя подвешиваете и не хотите никакие перемены. А почему? Потому что у вас в жизни, видимо, какие-то сложности были. И вы после этого не хотите ничего менять. Пока вы думаете, что не время. Но высшие силы вам говорят здесь, не нужно сидеть в бездействии. Нужно как бы уже пора начинать какие-то перемены в вашей жизни. Потому что чудо, знаете, вот если вы даже хотите перемены какие-то, чтобы у вас в жизни были, вы как будто ждете какое-то чудо, что вот эти перемены самые по себе будут произойти. Но здесь нужно какие-то как бы действия делать. Следующая карта, давайте посмотрим на середине месяца. Это карта Шута. Карта Шута показывает, что вам нужно обнуление, обновление. Даже самого себя. Даже если вы понимаете, что что-то происходит в вашей жизни. Здесь нужно контролировать, здесь нужно какие-то перемены из-за чего. Потому что вы не подвесили вот эти именно состояния ваше. Здесь можно даже, говорится, если вот рабочий момент у вас что-то не идет. Здесь тоже как бы требует вот что-то менять, чтобы вы понимали, что для вас это как бы хорошо. Следующая карта, мои дорогие, на середине месяца Королева Жезлов. Королева Жезлов показывает, что нужно включать именно вашу благородность. И именно ваше вот это большее спокойствие, большее понимание. Чтобы вы понимали, что вы даже если что-то неправильно в свое время какие-то шаги сделали. Вам нужно вот в середине декабря понимать, что вам нужно вот сделать вот эти именно перемены. Чтобы вы благородно относились вот именно даже к вашей вот именно вот этой ситуации, которая происходит. Но для мужчин еще могу сказать, что здесь может быть какая-то женщина рядом с вами, где как бы женщина благородная, и она как бы вам может быть какие-то советы, может как-то вам какую-то поддержку дает. Следующая карта на середине месяца, мои дорогие тельцы, это королева мечей. А королева мечей говорит, вот середина, быть на том месте, где вы находитесь, или не быть, вам решать. Вот сохранить какие-то отношения, вот вы должны сами понимать тоже то, что вы. Или вот рабочие моменты тоже, здесь все зависит только от вас. Но вам именно середина говорит, нужно обнуление, нужно ваше благородство, и нужно больше, знаете, вот не эмоционально реагировать, а именно, знаете, вот больше хладнокровно, вот больше вот относиться, как нужно вот по ситуации. Давайте посмотрим, мои дорогие тельцы, на конец месяца, что вас ожидает. И тройка жезлов. Вот именно тройка жезлов показывает, что вот в конце декабря вы уже сделаете какой-то выбор. Можете даже на данный момент, вы сидите перед выбором. Для моих дорогих мужчин, я могу сказать, может быть, вы сидите на выборе между двумя женщинами. Здесь еще такой вот, есть вот информация, я скажу ее. И здесь вам, вы как будто уже в конец декабря, вот этот выбор будете его сделать. Следующая карта, мои дорогие, давайте посмотрим на конец месяца, это ту жезлов. Все зависит от вас. Здесь, может быть, были люди, которые бы не хотели, чтобы вы этот выбор сделали, но вы, знаете, вот даже вам говорится, в конец уже брать жезл, брать ваше решение, ваши вот эти перемены, вы сами должны понимать, что не всегда дается тяжело. Но выбор все-таки нужно его сделать. Мои дорогие, давайте посмотрим, что вам высшая сила подсказывает вот на конец месяца правосудие. А справедливость на вашей стороне? Правосудие восторжествует, но все зависит от вашей действия. То, что у вас, может быть, будет выбор между двумя женщинами, то, что бывшая жена и женщина, которую вы любите. Но здесь говорится то, что, может быть, еще какие-то документы. Здесь, может быть, какие-то, знаете, вам понадобится решить вот именно вот месяц, вот именно с какими-то документами. Конечно, мои дорогие тельцы, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там будут больше постов о Таро.